Приветствую вас, Захар. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Значит, ну, первое, на что хочется, наверное, обратить ваше внимание, это на то, что любовь, если она настоящая, если она крепкая, любовь подразумевает всё-таки именно возможность отпустить в первую очередь. Потому что если вы человека отпустить не способны, то я боюсь в таком случае это нельзя назвать любовью. Это можно назвать зависимостью, это можно назвать потребностью, привязанностью, импринтом, почитать что-то такое в интернете, вот, но не любовью. Потому что любовь это всё-таки, ну, немножко, немножко другая история, любовь это всё-таки немножко по-другому. Вот. Это то, что касается любви, как таковой. Ну, теперь, теперь, если мы говорим о всех ситуациях в целом, то объективно, если говорить объективно, то не каждая женщина будет готова ждать своего мужчину, да, вот, ну, в течение вот такого времени, в течение, в течение приличного количества времени, ну, не каждая женщина будет ждать, поэтому то, что, ээээ, она ещё, девушка, не захотела вас ждать, ээээ, тут она, ну, вот, сказала, что, нет, я не буду тебя ждать, ээээ, я, ну, к примеру, не готова себя ждать, это, на мой взгляд, это нормальная история, потому что, эээ, ну, она молода, вот, и, кажется, кажется, сейчас, это слишком долгий срок, это, правда, слишком долгий срок, эээ, плюс, ну, вы говорите, что, эээ, грех, ну, значит, это грех, эээ, вам жениться, это тоже может её, эээ, колебать, ну, то есть, это то, что может вызывать, ээээ, колебания у неё, ну, поэтому, мне кажется, ээээ, что её реакция вполне нормальная. Вопрос заключается, конечно, в том, почему вам обидно, вот в чём заключается вопрос. Основной. То есть, что конкретно вам обидно? Вот. Что конкретно вызывает, ну, чувство обиды? Это, эээ, ваши определённые ожидания по отношению к девушке, в основе которых лежат, эээ, некие желания и потребности. И, опять же, ваши, понимаете, то есть, вот, это то, что нужно поисследовать, то, что нужно разобрать более подробно, почему вам обидно. Вот. Что касается её перемен, то, что она изменилась, тут связано с тем, что так работает психологическая защита человеческая. И, в данном случае, если она на это реагирует так, то, на мой взгляд, очевидно, что ей вот, ну, ей нелегко, ей нелегко, ей нелегко даётся, вот, эээ, так вести себя с вами. Ну, вот, она пытается отградиться, она пытается вести себя, ну, вот, и так далее. Это вот такая позиция и поведение её, оно обусловлено вот именно этим, именно таким подходом. Вот это, конечно, конечно, ничего хорошего в этом нет, но, что есть, то есть. Вот, всё, стараюсь, то, что девочка не совсем самостоятельная. Вероятно. Вот. Вот. И, вероятно, в этом дело, что, помимо, помимо всего проще. Вот. Ну, и то, что вы уезжаете, вызывает у неё ощущение, что её жизнь будет прожита, вот, в таком, в каком-то ожидании, и к чему она не готова. Ну, надо сказать, что это, в общем, нормальная реакция, нормально абсолютно, что она не готова, нормально, что она не хочет, вот, что она как-то боится. Это нормально. А вот, значит, мне так обидно, поймите меня, что мне делать, чтобы что. Что делать, чтобы что. Есть вариант не уезжать просто на заработки, как вы сейчас хотите. Есть вариант просто остаться, остаться с ней и устраивать отношения с ней с нуля, если вы её любите, потому что ей нужно вот то, что нужно, да, ей нужно, чтобы вы были рядом, она не готова вас дать это её выбор, это её такое видение. Ну, вот, мне, соответственно, кажется, что если вы готовы, если вы готовы, если вы любите её, точнее, то что вы будете с ней, вы дадите ей то, что нужно ей, опять же. Потому что, ну, она в этом нуждается, она в этом нуждается, сейчас, по крайней мере. Вот, вот примерно так, такой примерно ответ вам можно дать на вопрос, который вы задаете. В целом, в целом, ваша обида мне понятно. Именно обидна. Именно обидна. Именно обидна. То есть, вам обидна. Я понимаю. Прекрасно. Вот. Вот. Но, ситуация эта не меняет. Именно в том смысле, что за свою обиду вы несёте личную ответственность. которая заключается в том, что девочка действует на данный момент в своих интересах, она имеет на это полное право, а вас это задевает. И, на мой взгляд, на мой взгляд, надо разобрать момент, да, вот, на мой взгляд, надо разобрать момент. Почему вас это задевает, то есть, вот, конкретно, как вас задевает то, что она решает поступить, вот, по-своим. Особенно, 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 если вы её любите, вот, ну, это вот, как, ну, как вы говорите, да, вы её любите. Вот с этим нужно разобрать. Если отделить то, что вы хотите, вы хотите для себя от того, что хотите для девушки, вам станет легче, вам станет понятнее, вам станет комфортнее, комфортнее. И, я думаю, что вы уже сможете в таком ключе решить для себя, как вам, как вам действовать, к примеру, подальше и что вам соответственно делать. Вот. Я думаю, что такой можно дать вам ответ. Я думаю, что так можно ответить вам на вопрос, на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, только, что что это было полезно для вас. я вам желаю всего самого доброго, я желаю вам разобраться в себе, я желаю вам получше узнать свои желания, свои чувства, вот. и готов вам в этом оказать посильную помощь как психолог. Вот. Очень важным моментом является еще то, на каких основаниях вы выстраиваете отношения с девочкой, то есть что вас объединяет, что вас связывает, что у вас общего, вот. Это тоже очень важно. Судя по реакции, девочки общего у вас немного. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго и удачи.